Друзья, всем привет! Это очень спонтанное видео, можно сказать, я вот прямо сейчас с магазина решила быстро записать, чтобы вы успели купить, если вам что-то понравится. Сейчас как раз время распродаж, и многие вещи, которые здесь есть, они сейл, то есть они со скидками, поэтому мне очень хочется поделиться с вами своими находками, и надеюсь, как я уже говорила, что видео вам пригодится. Тут будут детские вещи и взрослые, кое-что я покупала себе, кое-что своим детям, поэтому если это видео вам интересно, оставайтесь со мной. Начну я с магазина Вайкики, и я забыла сказать, если вы смотрите меня первый раз, то моему сыну 4,5 года, и размер я покупаю ему где-то 104, 104-110. Но в любом случае, всегда смотрите, есть вещи маломерят, есть большомерят, поэтому я визуально уже знаю, какие вещи на него будут хорошо сидеть, как будет смотреться. Я купила вот такие вот штаны, это спортивные штаны, и они на флисе. Размер здесь 98-104, но это вот прямо на сейчас. Кстати, мы завтра улетаем в Египет, поэтому такие вот штанники как раз для отдыха вечером самое оно, детвори бегать в игровых комнатах, да и вообще. Цена их была 290 гривен, то есть это со скидкой, до этого они стоили 400. Серый цвет с черными вставками, под многие вещи подойдет, под любые футболочки любого цвета. Еще взяла вот такие вот серые, они такие хлопковые, классный материал, вот, думаю, вам видно. Здесь цена 199, и размер здесь тоже 98-104, то есть это прямо на сейчас. Дальше, куртка. Куртка прям мне очень понравилась. 4-5 лет, 104-110. Выглядит очень круто. Вот я не хочу сейчас ребенка мучить и наряжать его в одежду, но я поставляю фотографии, я его просто фоткала в магазине прямо. Вот. Она прикольная, теплая, она и на сейчас, и на холодную весну, и на осень. То есть реально очень классная. Я люблю вещи детские, когда они выглядят как взрослые. И эту куртку я почему купила? Потому что за день до покупки этой куртки я купила ему ботинки. Ботинки очень классные, сейчас я вам их тоже покажу. Ботинки ему я купила в магазине Конфискат, находится он на метро Харьковская. Большой такой магазин, написано Конфискат. И это кожа. Замж. Черные. Они на меху. Вот. Очень классно смотрятся. Тут на змеечке. Очень классная подошва. И они не тяжелые, понимаете? Бывает такая обувь, когда ребенку прям тяжело ходить. Здесь нет. Они как бы нелегкие, но и не тяжелые. И такая прям добротная подошва. Вот. Они стоили дороже, чем все остальные, потому что там есть отдел с кожаной обувью для взрослых и для детей. И они стоили около 1000 с чем-то гривен. Но по скидке, потому что все-таки зима уходит, я их купила за 500 гривен. Я считаю, что за 500 гривен такая обувь это прям вообще. И показала подруге. Она говорит, и моему возьми. И там было два размера 27 и еще были поменьше. Так что, девочки, если вдруг вам надо, то там еще были. Но, правда, размер меньше. Но я забрала и себе, и ей самые большие размеры. Вот. Смотрите, какая подошва. Очень прикольная. И они идеально подойдут под куртку. Я, когда увидела эту куртку, я сразу подумала, эти ботинки под эту куртку. Пальто стоило 1000 гривен. Я его купила за 700. Тут была скидочка. Очень люблю такой рукав. Тогда не задувает. И малышу всегда будет комфортно. Вообще, мне очень нравится вайкики детский. У Демида очень много курток с вайкики. И я вам так скажу, он носил по два сезона. Вот сейчас у него куртки уже, он вырос с них. Но я стирала их и бегал, и прыгал, и пачкался. И они как новые. Ну, качество хорошее. И продолжаю по поводу вайкики детских вещей. Вот эти вот вещи, которые я показывала с вайкики. Это торговый центр проспект на метро Черниговской в городе Киеве. А вот это вот с Нью-Вэя. По поводу Нью-Вэя. Это стоковый магазин вайкики. И туда свозят, в принципе, наверное, все. Последние размеры. И он просто огромный. И там много детского. И можно найти по факту любой размер. Я купила, то есть я создала комплект из совершенно разных вещей. Сейчас я вам покажу. Так, сразу и по ценам скажу. Начну вот с этих штанов. Потому что у меня малыш очень любит что-то очень яркое, красивое. Здесь Fox Trex. Такие прикольные. Серые с зеленым и коричневая лисичка выглядывает. В общем, прикольные такие. Люблю вот такой вот манжетик на штаниках. Тоже очень прикольно. К этим штанам я взяла вот такую вот футболочку. Ее можно использовать и как спортивную, и также классическую. Я сейчас вам покажу, кстати, по поводу штанов. Они стоили 319 гривен. Они без скидки. Здесь 4-5 лет и размер 4-110. Эта футболочка с зеленым рукавом стоила 129 уже со скидкой. Хлопок. Очень мягкие такие вещи. Прям мне очень нравятся. И я взяла вот такую вот еще кофточку на змеечке спортивную. И таким образом создала такой комплект. Кофточка стоила 179 гривен. 4-5 лет. Хлопок. Качественный. Мне нравится. Просто я вот по ощущениям даже приятный. Смотрите. Под эту кофточку можно надеть футболочку. В принципе, любого цвета. Но подошла бы или серая, или зеленая. Ну, по факту можно, в принципе, сочетать любое. Но мне захотелось вот именно прям зеленый-зеленый. И вот так вот. Также я купила еще вот такие вот штаны. Они классические. Но классика такая своеобразная. Сейчас вам покажу. Они стоили 269 гривен со скидкой. Размер 4. Ну, в общем, на 4-5 лет тоже 104-110. Здесь тоже хлопок. Вот. Прикольные такие. Они вроде бы кажутся как не классические. Они больше casual. Но это и не спортивные. Есть один кармашек сзади. Здесь манжетики. Но манжетики, видите, какие, да? То есть это стиль casual. И сейчас я вам покажу. Вот такую вот футболку с длинным рукавом. Можно точно так же надевать. Вот. Можно заправлять, например. И сверху есть джемпера на пуговках классические. Под такие кроссовочки. Но кроссовки не спортивные. Кстати, я вам сейчас покажу. Я до этого тоже покупала в конфискате малом обувь. Сейчас покажу. Я обожаю одевать детей, как взрослых. Вот. Мне прям безумно это нравится. И когда у меня малой вот одет в стиле casual, когда он еще ручки в кармашки засовывает такой. Такая типа деловая колбаса. Блин, мне так нравится. И по поводу обуви. Вот такие вот кроссовочки. Сейчас. Вот. Я купила тоже в конфискате. Это не кожа. Я купила таких двое. Одни 28 размер, другие, по-моему, 26. Эти он уже одевал в садик. Примеряли. Ну вот мы уже весной начнем их надевать. Они не кожаные, но на моих детях обувь просто горит. Буквально весна максимум. Еще осень. В холодное лето. И все. Можно выбрасывать. Вот. И они классно моются. Сейчас вам покажу грязные, которые мы недавно одевали. Точно такие же, только тут с зеленым. Кстати, такой лайфхак. Чтобы отмыть обувь белую, используйте отстон. Очень хорошо помогает. Бегал. Безумно все грязное, но я не успела еще помыть. Помою. Вот именно в том конфискате, о котором я вам говорила. Вот такие вот. Это именно та обувь, которая мне нравится. И моему ребенку в ней комфортно и удобно. Мотаться и летом, и осенью, и весной. Вот такие вот. Они подходят под все, и под спортивное. И вот про такую классику. Почти классику. Вот. Как я вам говорила. Типа casual. Сейчас. Вот так вот. Было бы, конечно, хорошо показать это на ребенке. Но, скажу честно, я его просто замучаю. Он начнет психовать. Нервничает. И скажет, мама, отстань от меня. Вот. Поэтому я вам показываю вот так. Но я думаю, что вы понимаете, о чем я. И избавьте меня от этого мучения наряжать ребенком. Еще вот такие вот кроссовочки есть. Они как кеды. Их я купила в Вайкике. Просто во дворе мотаться. Вот. Сейчас мы в Египет поедем. Какие-то из этих кроссовочки я возьму. Поэтому, девчонки, такой мой совет. Потому что вы... Я часто говорю про этот конфискат. Там бывают очень хорошие какие-то варианты. А бывает приезжаешь, и вообще ничего нет. Поэтому... Тут тоже на любителя. Я люблю искать, выискивать, находить. И я кайфую от того, что я нахожу что-то прикольное. Потом мне спрашивают, Таня, откуда, откуда. Я говорю, ну, я купила там. Я ездила там, такая все вообще, там, в какое-то фафло. Ну, я же нашла, я же купила, одеваю. Вам нравится. То есть, как бы, ну, не знаю. Так, детская показала. Теперь пойдем по-взрослому. Я была в Молдове. Вот, вернулась несколько дней назад. И в Молдове в магазине. Де-факто это турецкий магазин. Я купила вот такое вот платье. Со скидкой. Стоило оно 249, забыла, как... Напишите мне в комментариях, как называются молдовские деньги. Около 250-300, может быть, гривен. Да. Вот такое вот платье. Оно сейчас мятое. Оно, знаете, как слегка тянется, но оно хлопковое. И я его взяла в Египет. Потому что вечерами в Египте прохладно. И надеваешь вот такое вот платье, сверху какую-нибудь кофту или кожаную куртку. И все, красота. Можно даже без кожаной куртки. По-разному бывает, зависит от погоды. Но зимой, вечерами все равно так прохладненько. Вот. Я люблю такие вещи, когда они не сильно вычурные, нарядные. Но при этом комфортные, как бы на теле хорошо смотрятся. Вот. Подпишитесь на меня в Инстаграм. Я в этом платье скоро появлюсь на фотографии в Египте. Также в Молдове я была в магазине Аридон. Правильно? У нас в Украине я такого не видела магазина. И там я ничего такого сильно интересного не нашла. Но вот такой вот топ я все же отыскала. И, кстати, тут знаете, что написано? Телли Вэлли. Телли Вэлли. Телли Вэлли. Как же они называются? Забыла, как называются эти деньги. По-моему, как-то она Эл. Вот такой вот топ. Его прикольно под джинсы надевать, если жарко. Если не жарко, то просто можно использовать как нательный топ. Сверху рубашку или даже свитер. То есть оптимальная вещь. Я не думаю, что она долго прослужит. Потому что все-таки, ну, это хлопок, он застирается. Но такая цена. И, в принципе, я же говорю, это ходовая вещь. Такие топы должны быть разных оттенков, разных цветов. И у меня есть. И я прям рада, что наконец-то я дошла до того возраста, когда я закрываю свои почки. Вот в данный момент на мне тоже есть топ. То есть мне тепло, любой свитер, любое платье, и вам комфортно. Раз мы уже говорим обо мне, то я вам покажу спортивный костюм. Вставляю фотографию. Этот спортивный костюм моей дочери, но медного размера, размер S. Это кабанчиком флисовый. Очень теплый спортивный костюм. Прям очень теплый. И у меня есть такой цвета мокко. А у меня есть еще не флисовый. Но, в общем, у меня несколько, уже 4 спортивных костюма от кабанчиком. И я прям рекомендую, рекомендую, рекомендую. Вообще просто обожаю кабанчиком. Классные, качественные вещи. Стильные и просто, просто любовь. Очень рекомендую. Дальше тоже вставляю фотографию. Я купила и сразу же взяла Молдову. Вы можете, в принципе, носить, как я. Можете купить и носить дома. Это хлопок. Тоже очень приятный к телу. И это Голди. Это ленкомбинат. Производство Украина. Я точно не помню, с какого города. Но уже во всех торговых центрах есть эти магазины. Я купила их со скидкой. Их там было много. Поэтому, девчонки, даже вот просто. Я купила их за 200 гривен. Даже дома. Ходить. Они прикольные. И я в Молдове в них просто вот везде. Везде очень комфортно, очень тепло. И даже стильно. Потому что я их надеваю. Сверху надеваю свитер яркий. Сейчас я вам его покажу. И очень классно смотрится. У меня такие белые ботинки. Вот. Вот такой вот свитер я купила тоже перед отъездом. И они еще есть. Я вот сегодня видела в магазине Хаус. Тоже есть в торговых центрах такой магазин. Там еще красный цвет. Я думаю, может еще красный купить. Очень прикольный свитерочек. У меня вот здесь вот есть тату. И бывало, когда я надеваю майку черную. Плечо слегка вот так вот сползает. И видно тату. Ну, в общем, короче, классно, стильно смотрится. И можно и на платье надевать такие, знаете, как платье-майки. Так и просто под джинсы. Классно, реально. Еще один свитер очень мягкий. Я купила его в Катоне. Вот. Мне в последнее время очень нравится такой цвет. Он не желтый, он такой лимонный. Такой классный свитер. Очень мягенький. И тоже под джинсы, под шорты. Под ботфорды я уже надевала. В общем, тоже классно смотрится. Поэтому в Катоне тоже скидки. И я там покупала еще нижнее белье. По хорошим ценам. По размерам, конечно, так себе. Ну, в общем, короче, можете посмотреть. Я только с новой почты забрала вот такую вот красоту. О, тихо, тихо, тихо. Красота, подожди. Лаки. Я внизу оставлю ссылку. У меня, сейчас вам покажу, в сумке есть кошелек. Я уже делала в Инстаграм пост про этот кошелек. У меня многие спрашивали о нем. Смотрите, он плоский. Да? Но тут такое количество карточек просто нереальное. И он все равно плоский. И тут у меня карточки. Тут причем деньги, документы. Еще у меня тут монеток дофига. Я не могу понять, какое это волшебство. Тут монетки, ключ. Ну, я не могу понять. Ломает просто физику, законы физики. Почему он плоский, хотя засунуть все это в любой другой кошелек, он такой будет набитый. Этот вообще шикарный. И, кстати, девчонки, может быть и мальчишки, не знаю, кто меня смотрит. И девочки, мальчики. Кошельки желательно покупать не черного цвета. Коричневого, красного, зеленого. Это притягивает деньги. И сейчас я вам покажу. И эти кошельки приходят вот в такой виде. В данной коробочке лаки. И здесь мужской кошелек. Кошельки из кожи. Кожа мягкая. Вот такой вот он. Тут карточки и для денежки. И, кстати, знаете, как я эту коробочку использую? Я туда сложила все свои побрякушки. Ну, такие, знаете, всякие сережечки, цепочечки. Очень классно оно так все там хранится. Но это тоже не все. Продолжаю. Сегодня была в магазине New Balance. И мы шли тем в Египет. У моей дочери 40-й размер. 40-41. Ну, вот прям девушка выросла за лето. И найти ей обувь вообще проблематично. Сейчас там скидки. И та обувь, которая, например, стоила... Вот эти шлепанцы стоили 1100 гривен. 150. Теперь они стоят 150. У меня похожие такие были, только в черном цвете. Я вам скажу, это очень удобно. Вот это вот реально очень удобно. Хотя первое время, кажется, это очень удобно. Удобно и классно смотрится. Вот такие вот. Вот такие прям добротные. ЗАГСи. Производство Бразилия. Они, правда, тяжелые. Но они прям, ох, какие. Ну, она любит такую обувь. Ей 14 лет. И для нее это прям самое оно. Мне кажется, ей понравится. Качественные. Там еще были. Так что, если вдруг вам понравились, то можно найти. Это еще не в садни. Но это, наверное, прям на лето, на лето. Может быть, потом какие-то выходные еще купим. Это резиновые. Вот. Их можно на пляж. И, в принципе, так тоже можно носить. Не знаю, будет ножка потеть? Нет. Все-таки это резина. Но такая резина не такая, к которой мы привыкли. А какая-то своеобразная. Не знаю, что это материал. 41-42 размер. Стоили они 800 гривен. Я забрала за 400. Вот. Вот так вот они выглядят. Мне они понравились. Я думаю, что Доминики они тоже понравятся. Сейчас мы будем примерять. И если что-то, то я верну обратно в магазин. Но там еще были. Так что, девчонки, вдруг вам надо. И это тоже не все. Я сегодня купила чемоданы в Ашане. Вот те самые чемоданы, которые я нашла в магазине Ашан. Первый маленький чемоданчик это для Демида. Он увидел его и очень-очень его захотел. Вот. Он такой интересный. Не знаю, какой он будет в использовании. Но стоил он 700 гривен. Я взяла его за 250 с использованием приложения Ашан. То есть, если вы посмотрели видео это, и вам понравилось, бегом в Ашан, загружайте приложение и покупайте его не за 750 гривен. Еще один чемодан. Он из ткани. Стоил он недорого. По-моему, 50 гривен. Или 570. Но решили взять разные чемоданы, чтобы сравнить вообще. А когда летаешь часто, то у нас чемоданы прям убиваются. Их чемоданы так бросают, что ломают вот эти вот ручки, то есть фурнитуру. Колеса ломаются. И, ну, как бы не знаю, не очень хорошо обращаются с чемоданами. Просто реально их бросают, что вот ручка была погнута с одним чемоданом. Мы теперь не можем никак справиться. На самом чемодане у нас по колесу проехалась, видно, какая-то штука. В общем, пол колеса реально нет. Ну, то есть, видно, что что-то его стерло. Вот. Поэтому очень не хочется покупать сильно другие чемоданы. Обидно, что слетал один-два раза, и надо покупать новый чемодан. И еще один чемодан. Они есть там разные, разных цветов. И вы не представляете, один и тот же чемодан с разным цветом может по цене отличаться на 200 тысяч гривен. То есть, от 200 до 1000 гривен. Вот этот вот чемодан я купила за 1300 гривен. Все остальные в другом цвете стоили уже по 2-2,5. Ну, в общем, я не знаю, почему. Как бы он точно такой же. Он пластиковый. Может быть, вот из-за вот этих вот моментов, я не знаю. Но мне это не мешает. Все равно это произойдет. Чехла у меня нет. А так он очень хорошо ездит. Вот. Колеса здесь крутятся замечательно. И я надеюсь, что он прослужит долго. До этого я еще что-то покупала. Но, если честно, уже не помню, что. Вот показала то, что вот-вот прям свежее-свежее. И еще есть в магазинах. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте пальчик вверх. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. И подписывайтесь на канал. Все. Всем пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok